Прогресс А не человек, до чего дошел прогресс, труд физический исчез, да и умственный заменит механический процесс. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек, до чего дошел прогресс, было времени в обрез, а теперь гуляй по свету, хочешь с песней, хочешь без. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, счастливый человек. Доброе время, уважаемые друзья. Мы начинаем прямой эфир. С вами ваш друг Андрей Шаура. И сегодня команда успехмести доверила провести для вас уникальный тренинг, тренинг года. Многие люди сегодня не могут достигнуть результатов, потому что не знают, как правильно общаться с людьми. Наш тренинг сегодня посвящается коммуникации, отношениям, работа с возражениями. Много интересного сегодня узнаете. Кто сегодня находится именно на таком тренинге? Вы ни разу не были на тренинге по коммуникациям. То есть вы не знаете, что такое работа с возражениями, методы, как правильно одеваться, как правильно говорить. Поставьте цифру 5. Мы с вами познакомимся. Это могут быть люди, которые полгода на портале, месяц или просто первый раз. Я вижу, что таких людей сегодня больше половины, а нас несколько сот человек. Вчера, кстати, мы установили рекорд. Вчера было, если мне память не ошибает, 802 человека в прямом эфире. Или 802, или 820. Что-то в таком духе. Возможно, сегодня этот рекорд будет побит. Потому что тренинг только начинается. Люди подходят, но, как говорится, семеро одного не ждут. И мы начнем с вами этот глубокий тренинг сначала со знакомства. Знакомство будет маленьким. Я хочу, чтобы вы написали, с какой вы страны. Напишите вашу страну. Я лично сам родился в Советском Союзе. Сейчас живу в России, на Байкале, в Сибири. Зовут меня Андрей Шаура, Россия. В прошлом я занимался спортом профессионально, классическим бизнесом. Сегодня также являюсь бизнес-тренером и эффективно развиваю бизнес в интернете. Занимаюсь построением разных сетей, которые приносят доходы. И могу вам сказать, что самое главное в этом – это умение общаться с людьми, умение договариваться. Умение показать людям минусы и плюсы, показать проблемы и решение проблемы. И я вижу, что сегодня здесь Молдавия. Кстати, можете написать вашу специальность. Кем вы являетесь? Белоруссия, Израиль, Германия, Латвия, Эстония. Круто. Болгария, Румыния, Канада, Америка, Испания, Финляндия, Греция. Браво, браво. Множество стран. Россия. Я не смогу все перечислить. Казахстан, Узбекистан, Ереван. Классно. Ну что, друзья. Вот я вижу, что сегодня на портале находятся совершенно разные люди с разных стран мира. И нас объединяет одно. Что мы хотим получить новые знания. Мой наставник сказал так. Что как только ты перестанешь быть учеником, твоя жизнь остановится. То есть речь идет о том, что человек, он постоянно должен развиваться. Искать что-то новое, улучшать свои навыки и быть лучшим в этой жизни для своей семьи, для своих друзей, для своего окружения и для самого себя. И начинаем мы тренинг с глубокого ролика. Неважно, кем вы сегодня пришли на портал. Я вижу здесь действительно инженеры, строители, предприниматели, монтеры, слесари, молодые люди, воспитатели. Ну много интересных людей. И вот, друзья, я хочу вам сказать, что сейчас будет очень важный ролик. Так как наш тренинг сегодня посвящен, смотрите, какие темы у нас. Искусство общения, работа с возражениями, эффект третьего лица, горячий рынок, холодный рынок, трехсторонний разговор. Успех приходит через понимание неудач, построение и антипостроение. Правильная консультация, бизнес-план. И также мы сюда еще добавим такой метод, как правильный имидж. Ваш правильный имидж. Потому что ваш имидж дает вам в переговорах уверенность и дополнительные баллы. Включаю ролик, смотрим и потом переходим с вами по темам. Внимание на экран. Кстати, во время сегодняшней встречи вопросы, пожалуйста, не задавайте. В чат ничего не пишите. Если у вас спикер попросил написать, тогда пишите. И также, если спикер задал вопрос, отвечайте. У вас будет блок по вопросам, где вы сможете задать вопрос. Смотрим на экран. На этой планете существует одна великая истина. Независимо от того, кем ты являешься и что ты делаешь, когда ты по-настоящему чего-то желаешь, ты достигнешь этого. Ведь такое желание зародилось в душе Вселенной. И это и есть твое предназначение на Земле. Душа мира питается счастьем человеческим. Счастьем, но также и горем, завистью, ревностью. У человека одна единственная обязанность – следовать своей судьбе до конца. В ней все. И помни, что когда ты чего-нибудь хочешь, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось. И помни, когда ты по-настоящему чего-то хочешь в жизни, то твои мысли тебя приведут к твоей победе, к твоей цели. И теперь начинаем наш тренинг. Значит, начнем по порядку. Вот люди стремятся сегодня к чему? Я задаю вам вопрос. Пожалуйста, к чему сегодня стремятся люди? К чему сегодня обучают людей в разных компаниях? Что человек сегодня хочет? Кто знает? Ответ очень простой. Каждый человек хочет быть лучше, жить лучше. Лучше машина, лучше одежда, лучше карьера, лучшая семья, лучшие достижения, лучшая фигура, лучшая красота, лучшее лицо, чтобы не было морщин. То есть каждый человек хочет улучшить именно множество разных сфер, с которыми он соприкасается. И одно из главных желаний, вот как Екатерина пишет, это зарабатывание денег. А Александр пишет, свободное время. Да, верно, соглашусь с вами. Нет, это не автовебинар. Мы не проводим вебинары в записи. Все наши встречи – это прямой эфир. И вот, друзья, теперь смотрите. И большинство, конечно, людей улучшают физическое состояние, духовное состояние, какие-то ваши победы, награды, карьеру. Ну, естественно, через что? Через путь действий, который приводит к победе. И для большинства людей лучшая жизнь – это что? Ну, как сказка, да, люди мечтают. С чего начинается вообще путь человека? Он мечтает с детства. И вот давайте сейчас с вами рисовать. То есть первый пункт – человек, когда появляется на свет, он начинает мечтать, ставит цели. То есть он думает о домах, о машинах. В тех компаниях, где он работает, он думает о карьере, да? Цель, карьера, то есть план. У человека появляется, понимаете, ряд мыслей в голове. Но никто человека не подготовил к тому, что когда он будет идти к своей цели, к своей карьере, к своему плану, к своим деньгам. Ведь никто не подготавливает вас в школе, в институте. Или вот сейчас очень модно, вы знаете, в интернете люди обучают успеху. Ты будешь успешным, ты страшно разбогатеешь. Кто был на таких тренингах? Вы страшно разбогатеете. Вы только вступите в нашу компанию. Ваша жизнь сразу станет лучше. То есть разные тренинги разного уровня. И вот в основном людей сегодня обучают тому, что у них будут машины, яхты. Что они будут иметь в компании самый большой уровень в мире. Самый большой уровень в мире. И не в одной компании. И не в двух. И не в трех, а в пяти, в десяти. Смотря в каких компаниях вы будете. И вот в основном людей обучают, что вот все, вступи. Вот бери пакет. Все. Вот приглашай людей. Вот записывай ролики. Вот делай статусы. Вот делай все. Но в принципе ничего плохого-то тут здесь нет. Да, действительно надо приглашать людей. Правильно общаться с людьми. Действительно нужно делать товарооборот. Действительно нужно делать ролики. Действительно нужно делать статусы. Действительно нужно уметь общаться с людьми. задавать вопросы, отвечать на вопросы. Но я хочу сказать, что почему у 95-99% это страшная цифра. Сегодня действительно в интернете, в MLM бизнесе, в домашнем бизнесе, в сетевом бизнесе действительно 95-99% людей денег не зарабатывает. У них не появляются новые дома, у них не появляются новые машины, у них не появляются новые телефоны, у них не появляется полный холодильник фруктов, они не путешествуют по миру. Вы со мной согласны? Или нет, все зарабатывают. То есть получается более 100 тысяч компаний в мире, более 100 тысяч компаний в мире и столько компаний. Получается все давно должны быть миллионерами, миллиардерами, то есть люди должны жить лучше и лучше. Ну так же получается. Но почему этого не происходит? Кто-нибудь задумывался? Потому что в первую очередь вы должны быть подготовлены не к удаче. Берем наш тренинг сегодняшний и начинаем рассматривать, значит, первую сферу коммуникации. Успех приходит через понимание неудач. То есть, что получается? Модераторы, напишите людям, как решить вопрос с качеством вещания. Смотрите, успех приходит через понимание неудач. Вот вы честно скажите, вас этому учили? И вот тут появляется такой момент, что большинство людей никогда этот тренинг не проходили. То есть, всем говорят, что вот успех, вот вы миллионеры, вот вы суперлюди, вы в лучшей компании, у вас лучший продукт, у вас лучшая система, у вас лучший наставник, у вас лучший тренер, у вас лучшая жизнь. Люди бодаются. Люди теряют время. И их действия не дают эффекта. Потому что как человек устроен? Вот давайте представим человека, который начал делать бизнес в интернете, предположим. И он пригласил с трудом, с трудом нового человека, а спикер выступил, на ваш взгляд, плохо. И ваш этот единственный человек сказал, я не буду строить бизнес. Ох! Что происходит внутри вас? Дискомфорт. Спикер плохо выступил. Ох! Я не смогу бизнес построить. Это мой единственный человек. Я так на него надеялся. Я так надеялся, что я стану богатым. То есть, люди надеются на удачу. Я, в принципе, людям вообще удачу не желаю. Я людям желаю успеха. Потому что удача – это то ли повезет, то ли нет. Это как в рулетке. То есть, красное-черное, красное-черное. Может быть, сегодня красное, может быть, черное. И вот людям я, в принципе, никогда удачи-то не желаю. То есть, я всегда им желаю успеха. Будьте успешны, действуйте, меняйтесь, развивайтесь. И вот еще другой момент. Приходит человек, он прослушал спикера, спикер выступил хорошо, он подключился к вашему бизнесу. Прошел месяц-два, и этот человек по каким-то причинам говорит, я выхожу из бизнеса. То есть, человек говорит, я выхожу из бизнеса. А-а-а! Это мой единственный человек за два месяца. Я никогда не построю бизнес. Что делать? То есть, человек думает о машинах, думает о самолетах, думает о деньгах, думает о карьере, думает о лучшей жизни, а к неудачам не подготовлен. Так вот, запомните, успех, успех, он приходит через серию неудач. То есть, вы должны понять, это 100%, что миллион у вас не появится в кармане или на банковской карточке. Вот, например, вот на такой карточке у вас миллион рублей не появится. Просто так он здесь не появится. Почему? Потому что сначала нужно сделать ряд неудач. Неправильно пригласил человека, неправильно снял ролик, неправильно сделал статус, неправильно пообщался с наставником, неправильно выбрал наставника, неправильно выбрал систему, неправильно выбрал компанию, неправильно относился к презентациям, неправильно относился к тренингам, неправильно относился к консультации с наставником. То есть наставник тебе дает рекомендации, а ты делаешь то, что хочешь. Понимаете, о чем речь идет? И вы должны подготовиться к тому, что все миллионеры, все ученые, все чемпионы, они потерпели тысячи, сотни, а может быть кто-то и десятки тысяч неудач, и потом у них один, два, три, четыре раза, что произошло? Жетон, понимаете, совпал с успехом, и вы через призму неудач стали успешным человеком. То есть кто помнит Эйнштейна? Сколько было попыток? Кто помнит Тесла? Тесла. Один из самых великих ученых в мире. Вы просто об этом не знаете, но этот человек даже научился молнии, молнии, к чемодане носить. Вы просто этого не знаете, почитайте историю. То есть Тесла это тот человек, который что придумал, то знает. То есть сколько неудач они потерпели? Множество. Множество, множество и множество. И когда они делали исследования, то, например, Тесла, он в Нью-Йорке, когда делал свои исследования, то в Нью-Йорке свет иногда отрубался. Ну, то есть, понимаете, то есть свет иногда просто отключался, когда он что-то новое изобретал. Дома тряслись рядом. И человек со временем приходит к успеху. Поэтому вы должны готовы быть к тому, чтобы через месяц будете не миллионером, а тем, кем вы являетесь сейчас, только с багажом неудач. Через два месяца вы должны быть готовы к чему? Что вы будете не миллионером, а человеком, который является таким же, как сейчас, только уже с опытом двух месяцев неудач. Неправильных действий, неправильных поступков. Потом происходит что? Определенное понимание ошибок. Вы уже с людьми по-другому разговариваете, вы по-другому одеваетесь, у вас другие ролики, у вас другие статусы. Вы по-другому относитесь к тренингам, вы по-другому относитесь к презентациям, вы по-другому относитесь к книгам. То есть вы по-другому относитесь к знаниям, потому что знание это что? Это жизнь. Вы по-другому относитесь к аудио-видео тренингам. Вы по-другому относитесь к консультациям. Сначала вы терпите неудачи, потом вы начинаете понимать, что зачем я делаю неудачи, неправильные действия. И вы обращаетесь к кому? К эксперту. Эксперт это наставник. Правильно? И он начинает вас что? Правильно направлять. Только ваша консультация с наставником происходит уже не такая, как раньше, а совершенно другого характера. И сейчас мы перейдем с вами, значит, с первого пункта. Это успех приходит через понимание неудач. И потом перейдем, значит, к пункту правильная консультация. А потом уже обсудим следующие моменты. Теперь давайте так. Закрепляем. У всех есть цели, значит, план действий, карьера. Люди идут к этому. И в жизни больше всего люди терпят неудач, чем побед. Кто понял основную мысль первого блока? Если вы поняли, тогда вы будете готовы к тому, что жизнь вам будет делать трудности. У меня есть закон, что у меня проблем в жизни нет. Проблема это плохо. У меня есть трудности. А трудность это что? Это решаемое. То есть трудность, она решается. И вот вы должны понять, что у вас у всех есть трудности. Трудности, которые вы исправляете и берете ответственность за свои неправильные действия, за свои неправильные поступки. И именно в первую очередь берете ответственность на себя. Вот это и называется понимание, когда вы придете к успеху. А вы придете к успеху, если это понимание придет, у вас система успех вместе не виновата. У вас наставники не виноваты. Почему? Да потому что если в системе у вас что-то не так, либо вы неправильно настроили, либо вы неправильно ей пользуетесь, неэффективно пользуетесь, либо вы применяете свои навыки там, где не надо. Объясню. Вот вы вроде профессионал. То есть вы самый лучший рыбак в мире. Лучше вас никто не рыбачит. То есть вы через трудности, через препятствия, через серию неудач стали лучшим рыбаком в мире. И вы берете спиннинг или удочку. Лучше вас никто этого не делает. То есть вот вы вроде овладели навыками. И вы идете куда? Вы идете ловить рыбу. Но вы идете ловить рыбу туда, куда не надо. То есть вы профессионал в начинке. То есть подсечка там и так далее. И вы идете и рыбачите в луже. Лужа, которая рядом с вашим домом. И теперь скажите мне, пожалуйста, а возле вашего дома еще стоит завод урановый. Так что в этой луже будет? Будет ли там рыба вообще хорошая? Если она там будет, какого качества эта рыба будет? И надо ли эту рыбу вообще ловить? То есть иногда мы настолько эрудированы, грамотны, начитаны, успешны. Мы знаем все. Мы на любой вопрос что? Можем что? Дать ответ. Нет. Но денег нет. Есть такая поговорка. Почему ты такой мудрый, но такой бедный? Почему такой мудрый, но у тебя маленькая команда или группа? Почему ты такой мудрый, но у тебя нет товар оборота? Почему ты такой мудрый? Ты знаешь Библию, ты знаешь Коран, ты знаешь все на сегодняшний день, что плохо, что хорошо. Но почему твоя жизнь не меняется? Потому что возможно ты профессионал, а пруд, пруд выбрал неправильно. То есть ты профессионал, но общаешься среди наркоманов. Ты профессионал, но общаешься среди бедных людей. Ты профессионал, но общаешься с самим собой на острове, где ты живешь один. Итак, второй блок. После того, когда вы станете профессионалом, надо знать, в каком пруду, а лучше всегда делать запас. Что такое запас? Статистика. То есть ваши озера, моря и океаны, реки, водопады, они должны быть разноплановые. Там икра черная, там икра красная, там рыбка маленькая, там мальки, там большая рыбка, там красная, там просто рыба. Кто, уважаемые друзья, понял суть второго блога? То есть первое, вы поняли, что невозможно стать успешным, невозможно заработать тысячу долларов, пока вы не потерпите десятки, сотни неудач. Второе, вы стали профессионалом, но все равно бедный, потому что пруд нужно поменять. И вот иногда люди настолько грамотные в интернет-бизнесе, настолько грамотные в сетевой индустрии, MLM-бизнес, но их компания – это старый-старый пруд, который зарос мухом, где большой-большой завод нефтяной и урановый, и где водятся самые мутанты. Теперь понятно, почему вот эти профессионалы в старой компании, которая не живет в ногу со временем, где нет инноваций, где нет глобальности, где нет систем, где нет интернет-возможностей, и они вроде все знают, но не успешны. Да, Влад, должны быть большие цифры, то есть жизнь – это математика, и успех приходит через цифры. То есть цифры должны быть не 5 человек, не 10 человек, не 100 человек, тысячи, тысячи, тысячи и тысячи. Цифры должны настолько быть большими, что это в голове должно быть, знаете, непостижимо, невозможно. Вот тогда у вас будет результат. Теперь переходим к третьему, к третьему пункту. Вы серию неудач прошли, вы стали профессионалом, вы сейчас находитесь в старом пруду, где нет живности, где нет пользы, где нет домов, где нет денег. То есть вы вроде профессионал. И вот здесь должен быть важный момент. Переходим к этому пункту. Третий блок. Смотрите. Правильная консультация. Правильная консультация с лидерами мирового уровня, с мэтрами. То есть правильная консультация. Что это значит? Это значит, что вы вроде профессионал. Вы уже набили шишки. Вы уже готовы к успеху морально, духовно, внутренне, физически. Вы цветете, вы все. От вас веет успехом. В вашем разуме сад. В этом саду великолепная корзина фруктов. То есть в этом саду у вас, понимаете, глобальность. То есть там есть все. В этом саду есть у вас уже дома, любовь, театр, жизнь, любимые, здоровье. Но разум вы подготовили. Ваш сад цветет, благоухает. А у других людей сад какой? Там червячки, там нет плодов, там нет любви, там нет гармонии. Там есть эго, зависть. Там есть неправильные действия, неправильные поступки. Там человек не может победить свое эго. Не может взять ответственность за себя. И вы готовы. И когда появляется ученик, появляется кто? Кто знает? Когда ученик готов, появляется кто? Мастер, мэтр, учитель. Совершенно верно. А теперь, друзья, Эврика. А теперь давайте пересмотрим ваши консультации, ваше общение с вашими наставниками, с вашими мэтрами, с вашими уникальными учителями. И смотрите, как мы приходим на консультацию? Мы приходим на консультацию, берем ручку, ежедневник и начинаем своему наставнику рассказывать о наших планах. Так вот говорят, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах, да? Не зря же. И вы начинаете. Вот так-то, так-то, так-то. Я социальные сети захвачу, я YouTube похвачу, я успех вместе охвачу, компанию Brain охвачу. Так, пять книг одновременно вот таких читаю, диски вот такие буду слушать. В общем, все. Я бриллиант, я бриллиант. Ну все, наставник, давай, я пошел. Мне надо ролики писать, мне надо статусы делать, мне надо срочно общаться с людьми. То есть, мне нужно все идти вперед и делать, и делать, и делать. То есть, получается, человек пришел не на консультацию, а человек пришел рассказать, как он живет, как ему классно, что он крутой, что он делает вот так, что он вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, конечно, какой результат-то будет? То есть, вы пришли со своими навыками, со своим прудом, и начали рассказывать, что пруд, где есть мальки, где мертвая рыба, где нет красной икры, где нет черной икры, и вы сейчас начнете там делать рыбалку. Вы лучше всех рыбачите, вы сейчас такие вот, вы там тренинги такие в интернете вы вычитали, вы там прошли такие спецтренинги, что ваша жизнь сейчас так изменится, вы Инстаграм взорвете, вы вообще весь мир перевернете. И никто, как вы, не сделает это, потому что вы лучше. А еще иногда бывает по-другому. Ты знаешь, что-то, вот иногда задаю вопрос, как тебе тренинг, как тебе презентация? Ну, и партнеры рассказывают, да ты знаешь, как-то не так. Да так, обычно, хорошо. То есть, как тебе тренинг? Так, обычно, хорошо. Понимаете смысл его ответа? То есть, он не понял фишку тренинга. Как тебе тренинг? Да так, все нормально. Нормально? То есть, человек не берет то, что надо брать в тренинге. То есть, закон губки. Закон губки. Появляются ученики, они ходят на тренинги. И губка каждого ученика настолько мала, что все, что можно, все, что можно, губка этого ученика впитала. И он ходит на тренинги, на презентации. Он смотрит ролики, но его понимание не приходит. Потому что губка водой наполнена. Понимаете? Ему нужно выжать сначала то, что он взял, и стать чистым. Ученик должен постоянно свою губку наполнить и постоянно ее, понимаете, опустошать. И вот здесь Павел пишет. Все так знакомо обо мне, что ли? Но вы же, Павел, мне такие вопросы не говорили. Это вообще касается каждого из нас. Про то, что мы говорим. То есть, про то, что мы говорим. И вот получается вот такой момент, ребята, что до смешного, что до смешного все такие великие, все такие мудрые, все такие грамотные живут в кредитах, живут в съемных квартирах, живут машины в кредитах, получают зарплату, пенсию, оклад. Но все умные. И никак не укладывается в голову. А в чем же умность, мудрость, если у тебя все как у всех, в чем же ты отличаешься? В чем отличается твоя губка? И вот иногда начинают учить. Мне партнер сегодня написал, выступал Иван Петрович, отратительно выступил. Я больше не буду людей приглашать на его выступление. А мне другой партнер пишет, сегодня Иван Петрович выступил. Вот это мощь, вот это энергетика, вот это Иван Петрович дал. У меня сразу три человека зарегистрировалось. У меня бизнес вырос. Вот это Иван Петрович дал. То есть два разных человека, два разных лидера, два разных ученика рассказывают наставнику об одном спикере, или про наставника, или еще про другого спикера, что его людям не понравилось, а другой рассказывает, офигеть, такой рост, он так преподнес, он так преподал. Так вот это статистика. Ученик должен быть послушным. Ученик, он должен быть каким? Да мало ли, как выступил Иван Петрович, плохо или хорошо, неизвестно. То, что сказали твои люди, это не имеет никакого значения. Почему? Потому что ты должен держаться не за своих людей, не за свою группу людей. Ты должен держаться за организацию, за команду, за систему, за наставников, за лидеров. То есть необходимо поменяться. О, там сегодня грубо было. Ой, там сегодня было скучно. Ой, там сегодня было весело. Никому не угодишь. Кому-то веселье не нравится, кому-то грусть не нравится, кому-то не нравится, жара, холод. Вы не должны под всех подстраиваться. Либо ученик принимает вас такой, какой вы есть, и вы принимаете вашего мэтра, вашего наставника, вашего учителя такой, как он есть. Он может быть добрый, строгий, злой, справедливый. Он может быть, может быть удивительный, там, с улыбкой вот такой. Пусть он будет таким, какой он будет, понимаете? Вам не надо менять ваших наставников, ваших мэтров. Вы должны менять себя. Так вот, правильная консультация. Приходим на консультацию. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, начинаем от себя. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Настанник говорит, ты знаешь, я считаю, что неправильно, к примеру, тебе инвестировать свое время в три проекта сразу. Я считаю, что тебе нужно научиться делать одно дело, но профессионально. Ученик должен что сказать? Он должен сказать да и делать так, как ему говорят. Вот в чем искусство роста ученика. То есть человек, ученики приходят со своими мыслями, а уходят с мыслями, наставника. Вот что такое консультация. Ты приходишь, ты весь такой, ты прям вот так думаешь, тебя всего распирает, а уходишь совершенно с другими мыслями. Вот это правильная консультация. Не с теми мыслями, с которыми ты пришел, а с теми мыслями, которые тебе дали. Вот это называется правильная консультация, которая дает плодородие и которая дает рост. Когда ты идешь на тренинг, ты уходишь не со своими мыслями, а с мыслями наставника и начинаешь это применять в жизни. А у нас, у людей как? Мы всегда имеем свое мнение, у нас свои взгляды, у нас свое я, у нас свои принципы, у нас свои истории. Либо так, и никак по-другому. Поэтому консультация с наставником, вы должны к ней подготовиться, вы должны быть морально к ней готовы, тогда у вас будет рост, тогда у вас будут перспективы. Вот так, друзья. Так, повторяем. Первый блок, это неудачи, прошли, навыки стали лучше. Второй блок, это то, что пруд, в котором вы рыбачите, он старый, он покрылся мхом, и там нет смысла рыбачить. И третий блок, это то, что нужно уходить, и правильно приходить, и правильную консультацию получать у наставника, и уходить не со своими мыслями, а с рекомендациями наставника. Если наставник говорит, что нельзя такой ролик, что нельзя такой тренинг, что нельзя такую презентацию, что нельзя вот такой заход, что нельзя вот такой выпад, что не рекомендуется одеваться вот так, Что не рекомендуется отдыхать тогда, когда бизнес растет, что рекомендуется посещать все тренинги и нельзя не ходить на тренинги, когда собирается вся команда, все лидеры, организации и наставники. Противоречить этому, это значит взять большой гвоздь, кувалду охрененную и себе, дураку, вбивать вот этот гвоздь. Я не согласен, значит ты вбиваешь здоровенный гвоздь, здоровенный кувалду себе в голову. Все просто. Теперь что? Идем к следующему блогу. То есть не забывайте, вы сегодня находитесь на тренинге искусства общения. И следующий блог, вот у нас с вами есть бизнес план, оставим на десерт, это самое сладкое будет. Есть у нас построение антипостроения, есть работа с возражениями, есть эффект третьего лица, есть горячий рынок и холодный рынок, и есть трехсторонний разговор. Вот, мы начнем с бонуса, которого здесь на сегодняшний день нет. Что такое бонус? Бонус это то, что вы не знаете, этого нет по плану, но этот бонус вы получите. Вот здесь бонус написан. Смотрите. Любое дело, которое делают люди, это действия в правильном общении. Вам необходимо научиться общаться с людьми. Вы можете сегодня быть экспертом, ювелиром, самым лучшим вообще бизнес-тренером по общению, но не забывайте, нужны дополнительные бонусы. Что такое дополнительный бонус? Вот смотрите, дополнительный бонус это ваша внутренняя энергия, которую, возможно, даже не видно. То есть, которую даже, возможно, не видно. Вы должны овладеть дополнительными бонусами, которых не видно. Они вам в переговорах будут давать большие плоды. То есть, вы научились грамотно говорить, грамотно преподносить, грамотно делать построение. То есть, вы знаете, что такое анти-построение. Вы умеете показывать минусы и плюсы. Но! Вот смотрите, простой пример. Сейчас вы меня видите через экран. Почему я уверенно говорю? Первое. Мы имеем опыт, мы умеем неудачи, серию неудач. И у нас есть великие достижения, которые дают уверенность в общении. К этому нужно прийти. И теперь следующий момент, уважаемые друзья. Когда я с вами общаюсь, у меня появляются крылья, которых вы не видите. Но я их чувствую. Вот смотрите, вы видите мои туфли? Кто-нибудь видит мои туфли? Нет? И я могу сидеть сейчас в тапочках, верно? То есть, могу сидеть в тапочках и выступать. Тапочки, они вам не дают уверенность. Тапочки не дают уверенность. Шорты не дают уверенности. Бигуди на голове не дают уверенность в разговоре. То есть, необходимо сегодня овладеть дополнительными бонусами, ограночку сделать. И смотрите, у меня сейчас, значит, ну, туфли, видите? Вот. То есть, туфли. Но, давайте так. Удалите, пожалуйста, человека, который спамит. Вы сейчас увидели туфли. Но другой момент. Туфли, туфли могли быть грязные, верно? Ну, то есть, можно было быть с грязными туфлями. Так? И, друзья, смотрите. Я приехал навстречу. Взял, значит, салфетки. Протел туфли. И взял губку черную. Чтоб туфли были в идеале. И сижу, и уверенно говорю, потому что появляются бонусы, появляются крылья. Галстук. Белая рубашка отглажена. Чистая. Костюмчик отглаженный. То есть, вы должны еще понять, что вам необходимо научиться имиджу. Имиджу. То есть, еще раз показываю, смотрите. То есть, туфли чистые, видите? Носки, видите, черные. То есть, это называется правильный имидж. И парфюм. Вы не чувствуете парфюма, он есть. Также можно прическу сделать. То есть, маникюр, педикюр. Смотря кем вы являетесь, мужчина или женщина. Но суть должна у вас в глубине быть. Что коммуникация и общение. Мы говорим о деньгах. Мы сидим, говорим о деньгах. Мы говорим о здоровье. Мы говорим, что здоровье. А у нас вот такой живот. Ну как можно вот с таким животом говорить про здоровье, если ты сам за собой не следишь? Да, бывают заболевания. Это одно. Но когда человек не следит за своим животом, мужчина особенно, то как он может говорить о здоровье? Поэтому вы должны понять, что все должно быть, понимаете, настолько идеально ваш вид, ваша машина. Вы едете на переговоры, машина чистая. Вы выступаете, вы идеально выглядите. Далее, перед выступлением. Я специально был в лесу и полез в бегу. Два с половиной часа назад я был в лесу и бегал несколько километров. Для чего? Снять стресс, снять грязь, снять ношу, обновить дух, обновить энергию и чтоб спокойно выступать перед вами. То есть вы должны понять, что фотографии в Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте, ваши ролики в Ютубе. Вы должны всегда делать каждое фото и каждое видео и каждый статус лучше, чем вчера. Ваша задача завтра, завтра, быть лучше, чем сегодня. То есть ваша задача правильно все сделать. И поэтому вот про эти бонусы не забывайте. Не забывайте про вид. Белая рубашка, белая блузка, хорошее фото, профессиональные фотографии. То есть это все вам даст большой рост в будущем. Стремитесь к этому. Стремитесь. Тогда вы будете успешны. И иногда у меня спрашивают, почему у меня получается, а у тебя нет? Да потому что ты посмотри, когда ты идешь на переговоры, как ты выглядишь. У тебя даже рубашка не отглажена. Люди на все смотрят. Женщины в первую очередь смотрят на обувь. На обувь мужчине. Идете на свидание, хоть обувь в порядок приведите, пусть она хоть чистая будет. Вот так. То есть вы должны понять, что мужчины, женщины. Мужчины следят за женщинами. Женщины следят за мужчинами. У каждого есть привычки. Кто на что обращает внимание в первую очередь. Теперь далее. Подвели итог. И переходим к следующей теме. И следующая тема. Это работа с возражениями. Это эффект третьего лица. Это горячий рынок, холодный рынок. Трехсторонний разговор. И построение, и антипостроение. И на десерт бизнес-план. И на десерт бизнес-план. То есть давайте сейчас это с вами сейчас обсудим. Итак. Значит, следующая тема. Работа с возражениями. Все упирается в одно. Что такое работа с возражениями? Работа с возражениями – это серия неудач. Если вы серию неудач постигли, то вы и возражать можете. Возражать – это значит не… Я тебе не сейчас дыню дам. Возражения – это не кулаки. Возражения – это не драка. Возражения – это не «ты козел». Понимаете? Вот «ты козел», «твой бизнес все такой-такой». Возражения – это не так. Возражения – это уважение человека, который с вами… Вы уважаете своего собеседника. Вы уважаете своего собеседника. Вы слышите его. Вы даете ему высказаться. И возражения – это не кулачный бой. Это, понимаете, аргументирование. Есть такое понятие в суде, что слова ничего не значат. В суде самое важное, что аргументы и факты – доказательная база. Так вот, если вы хотите быть успешным, вам необходимо пройти серию неудач, и тогда ваши возражения будут грамотными. Потому что вы вот это видели, вот это видели, вот это видели. Почему мне сегодня легко общаться с людьми? Очень просто. Смотрите. Я занимался спортом. Более 10 видов деятельности. Шахматы, футбол, хоккей, конкобежный спорт, бильярд, компьютерный спорт, то есть легкая атлетика, и я могу сказать, что теннис, бокс, то есть более 10 видов спорта. Это опыт-опыт. То есть вот это пробовал, это пробовал, вот это пробовал. В некоторых видах спорта достиг результатов. Чемпион города, чемпион области, чемпион зоны Дальнего Востока и Сибири, чемпион России, чемпион Европы, чемпион мира, и еще тренировал команду, которая была олимпийскими чемпионами. Также я еще профессионально покером занимался. Далее. Четыре компании MLM бизнеса. Девятый год у меня опыт по развитию MLM бизнеса. То есть я серию неудач свою постигал еще 9 лет назад в MLM бизнесе. Но и серию удач также постигал. Когда удача появляется, ты говоришь, ты знаешь, я тоже так думал. Вот запомните, когда вам человек говорит то, что вам не нравится, не надо ему противостоять. Надо сказать, Коля, ты знаешь, запишите. Ты знаешь, я тоже так раньше думал. Что невозможно денег заработать. Да, это лохотрон. И подыгрывайте человеку. Если он матами говорит, а вы культурами, вы тоже матами говорите. То есть вы должны быть в общении с этим человеком в одном поле. То есть если он матерится, он монтер, а вы ему говорите про цветочки, то он вас не поймет. Он говорит. Херня это, а не цветочки. Гайки надо крутить, чтобы деньги зарабатывать. А ты херней занимаешься. Ты что должен сказать? Как люди начинают? Не, не, цветочки, да хорошо. Не так вы должны сказать. Вы должны сказать вот так. Ты знаешь, Коля, да, действительно херня. Я тоже так думал раньше. Думал, что лохотрон, пирамида. Но когда я разобрался, я посмотрел на все по-другому, заработал 5 тысяч долларов, и оказалось, ни херня эти цветочки, это 5 штук баксов. Представляешь, я подумал, на хера эти гайки крутить? Лучше я буду цветочками заниматься. То есть, вот в таком ракурсе должен быть разговор. Я не знаю, понимаете вы меня, не понимаете, но вам надо понять. Просто надо понять. В таком ключе нужно общаться с людьми. Если человек профессор, а вы с ним как монтер разговариваете, вы вообще до профессора не достучитесь. Профессор говорит, смотрите, что для профессора важно? Не ваш сленг монтера. Профессор слова херня вообще не понимает. Он не понимает плохих слов. Он вам говорит. Он вам говорит. Профессор. Этого не может быть. Я 30 лет на кафедре защищал диссертацию. Этого не может быть. Вы ему что должны сказать? Да, Николай Николаевич. Я так же раньше думал. Я 30 лет получал знания в области, там допустим электроники. И никогда бы в это не поверил. Но времена меняются. Живем в 21 веке. И когда я изучил это и посмотрел доказательную научную базу, вот важно для профессора сказать, доказательная научная база доказана наукой. Вот, все. Профессор услышал. Доказана наукой. Что вы профессору про цветочки говорите? Он не понимает. То есть вы должны понять, что женщина и мужчина, они разные. женщина десятки тысяч слов может говорить в сутки, а мужчина пять тысяч, семь тысяч. И когда женщина ему ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, у него голова квадратная становится, он не понимает, что она говорит. А наоборот, иногда мужчина ей говорит своих 5 тысяч, а женщине на 20 тысяч. Ну то есть это как прелюдия в любовных отношениях. Что такое прелюдия в любовных отношениях? Потом меня опять ругать начнут. Я говорю жизненные примеры, вы меня хоть заругайтесь. Я буду говорить так, как люди понимают. Я тренер, поэтому я учу людей. Любовные отношения, прелюдия. Женщина его погладила, дорогой. У него уже пар из ушей. У него уже пар из ушей. Дракон, он уже хочет. Все, его не остановить. Его просто не остановить. А он дракон. Он уже хочет и к женщине. А она на него смотрит, как мышка, как кролик. Думает, вот куда он лезет. Он меня сейчас сожгет. Я еще не готова. То есть, она-то ждет что? Цветочек. Ласковое слово. Массажик. Какая ты красивая. Ты самая лучшая. Ты невероятная. У тебя глаза. Я в них просто тону. Понимаете? Вот женщине надо одно, мужчине другое. Вот так. Поэтому коммуникация, коммуникация, это очень важный момент, который нужно понимать. Почему мне просто? Да потому что я столько потерпел неудач. Я занимался шоу-бизнесом. Классический бизнес более 15 лет. 20 видов деятельности. 20 видов деятельности. Я терял деньги, приобретал деньги, терял деньги, приобретал деньги. Меня предавали. Я попадал в аварию. Я горел. Было заказное убийство. То есть, были драки. Чего только в этой жизни не было. И вот ваши неудачи, и этот опыт накапливается. И вы должны понять одно. Что вы научитесь возражать людям грамотно. Вот простой пример. Это же сплошная химия. Это же сплошная химия. У нас и так фрукты все химические на рынке. И так сейчас в магазине сплошная химия везде. Фрукты китайские. Овощи китайские. Покупать страшно все в магазине. О каком ты питании еще говоришь? Да здесь же сплошная химия. Как можно возражать? Два варианта, три варианта. Я могу вам десяток вариантов дать. Десяток вариантов, которые подадут человеку. Ты знаешь, я тоже раньше так думал. Сплошная химия. А человек это что? Это таблица Менделеева. То есть, человек это сплошная химия. И ты должен понять, что ты сейчас можете так и сказать. Ешь. Если человек вежливый, ну такой, более такой, знаете, дипломатичный. Вы говорите слово ешь. Если человек такой, знаете, более такой. Ну более такой. Вы говорите, жрете. Ну то есть, есть человек, который понимает слово кушайте. Есть, который ешь, а есть, который жрете. А есть, который приятный аппетит. А приятный аппетит. И вот нужно каждому сказать вот так. И ты эту химию и так в магазине хаваешь. Или покупаешь. У тебя вся таблица Менделеева перепутана уже в твоем организме. Так вот это вот не просто химия. Это натуральная химия. Понимаешь? То, что тебе сегодня необходимо в организме. То есть, вся твоя таблица Менделеева, она будет дополнена лучшими компонентами. Вот так можно ответить. А нам говорят химия, а мы все, глаза вниз не знаем, как ответить. То есть, другой момент. Другой момент. Можно научное доказательство показать. То есть, если это профессор, с точки науки дайте. Вот один профессор, вот второй профессор и так далее. То есть, вы должны понять, что работа с возражениями, если он не идет в ваш бизнес, это не означает, что человек плохой. Не надо портить отношения с людьми. Не надо ругаться с людьми. Работа с возражениями, это значит, вы уважаете людей. Цените их такие, какие они есть. Принимаете такие, какие они есть. Если бы я не понимал и не принимал вас такие, какие вы есть, я бы уже давно с ума бы сошел. Здесь все разные. Все разные со своей религией, со своими советами, со своими рекомендациями, со своими трудностями, со своими проблемами. Голова бы лопнула. Понимаете? То есть, нужно относиться спокойно ко всему. Вы идете на свидание. Вот работа с возражениями. Работа с вашими неудачами. Вы упали в лужу. Вы белую рубашку сделали грязной. Все. Вы начинаете плакать. Вы начинаете ругаться. Материться. Я такой-то. Я сикой-то. А-а-а. Свидание. Я никчемный. Да ё-моё, идите вы в ресторан с этой рубашкой с грязной. Придите и скажите. Ты знаешь, ты самая лучшая, поэтому я не мог пропустить это свидание. Даже после того, когда меня, мимо меня пролетела машина и грязью облила. Потому что я хотел увидеть твои глаза. Все. То есть, вы руку не сломали, ногу не сломали, голова целая. Значит, это удача, это успех. Вы жив. Я вам рассказывал на днях, что был в тайге, в лесу. И у меня машина, она, значит, рассказывает о безопасности. То есть, прямо лево все смотрит. Я взад даю, она говорит, все чисто. Нету проблем. Ну, датчики, сонарий. Я еще взад, все круто, едь дальше. Я еще взад, едь, едь, нет проблем. И машина раз вот так и просела. То есть, датчики, сонары темно. Показывает, что проблем нет. А здесь, получается, была трава и просто машина легла. То есть, впереди машина, впереди колеса. Сейчас я вам покажу. Впереди колеса, значит, были вот так, вот так. Видите? А сзади колеса висели, а машина лежала на земле. На земле. Все, что делать? Вы никак не уедете. Берешь домкрат, поднимаешь сначала сюда, раз. Потом доски, которые рядом нашли, польение. Потом закрепили под колесо, раз, машина выше. Домкрат раскрутили. Дополнительную палочку еще выше подняли. И так с каждой стороны по 5-10 раз. Потом машина выравнивается. И она едет. И на это ушло 3,5 часа. И я вам хочу сказать, что футбол тогда был. Россия-Бельгия. И у нас еще была презентация. То есть, я презентацию не посмотрел. И футбол Россия-Бельгия не посмотрел. Ну и что в итоге? В итоге наши в футбол проиграли. Настроение хорошее. Не надо было смотреть, как наши проиграли в Бельгии. Хороший ход, хороший ход. Презентацию пропустил, да. Но, возможно, в дороге бы произошла авария. И высшие силы специально сделали так, чтобы ты не попал в аварию. То есть, я подумал, ну все, живое, здоровое, в аварию не попал. А недовольный ходил. То есть, ты уже попал в яму. Ничего уже не изменится. Материться поздно. Поздно гнобить себя, что ты остолоб попал в яму. То есть, нет смысла себя чувствовать дискомфортно. Все, ничего не изменится. Вот вы к этому должны быть готовы. То есть, работа с возражениями, это определенные методы, когда вы с людьми не спорите. А то, что говорите. Да, я тоже так раньше думал, и ты прав. Я людей за пять минут беру на повал. Он мне начинает. Да у вас бизнес плохой, да у вас пирамида, да у вас ничего не работает. Я его слушаю пять минут. Он мне рассказывает, что наши люди продали машины, продали квартиры. Все деньги туда вложили. Ну, у человека есть свое мнение. Я его слушаю, слушаю, слушаю. И потом говорю, слушай, Миха, да ты прав. Я тоже раньше думал, что это лохотрон, что здесь люди машины теряют, квартиры теряют. А ты знаешь, я в этом бизнесе два месяца. И смотрите, и по-другому. Я в этом бизнесе уже два месяца, представляешь, квартиру не продал, машину не продал. Денег не вкладывал, кредиты не брал. И, представляешь, заработал более 400 тысяч рублей. Миха, что в натуре, Андрюха? Что, реально, что ли? Говорит, да, реально, Миха, прикинь, реально, 400 штук поднял. А как надо-то, что делать-то надо? А что ты завтра делаешь? В 14.00 Москвы, в 19.30 Москвы. А что у вас будет? Да там у нас будет выступать лидер. Приходи, послушай. Вдруг тебе понравится, будем вместе двигаться. Вместе будем подниматься. То есть, вот метод мой. Мой метод людей на лопатки ложить, не ругаясь с ними. Понимаете? Ну, так, Зоя, вам проще мужчинам. Не согласен. Не согласен. Нет такого понятия. Проще мужчине или проще женщине. Мы все равны. Мы созданы с вами на одной планете. Все в равных условиях. Все из воды на 80%. И мясо. Понимаете? И кости остальное. Вопрос в том, что кто-то действует, кто-то не действует. А по-другому можно сказать, что женщины... А мужчины могут сказать, что женщинам проще. Она платьишко одела. Эти привела, кудри сделала. Помадочкой нанесла там. И проще мужиков в бизнес позвать. Ну, ты че, Коля, завтра пойдешь на презентацию со мной? Так какой Колян-то от вашей юбочки и от ваших волосиков-то устоит? Понимаете? Вот в чем суть. И вот эти мужчины, они, ах, побежали в бизнес. Это мы можем говорить, что нам сложнее. То есть, на самом деле все равны. Все в равных условиях. Есть плюсы и минусы у мужчин и у женщин. Ими нужно правильно пользоваться. И правильно, что делать? Эффективно. Поменять. Так, работа с возражениями. Блог закончился. Всем понятно? Вам теперь понятно? Идем далее. Следующий момент. Эффект третьего лица. Трехсторонний разговор. Трехсторонний разговор. Горячий рынок, холодный рынок. Построение и антипостроение. Давайте так. Начнем с построения и с антипостроения. И с эффекта третьего лица. Моя рекомендация вам. Когда вы общаетесь с людьми по бизнесу, по здоровью, по продукту, по системе, по компании, по команду, по наставникам, вы должны понять, что ваша цель и ваша основная задача – это использовать эффект третьего лица. Эффект третьего лица и делать построение. Построение тому, что вам выгодно и делать антипостроение тому, что не выгодно. То есть вы должны, значит, эффективно применять построение, антипостроение и в том числе эффект третьего лица. Что такое эффект третьего лица? Все очень просто. Кто из вас пригласил людей на тренинг? Есть ваши люди на тренинге? Кто сюда пришел по приглашению? Поставьте цифру 5. Теперь смотрите. Не надо сегодня людям стараться рассказывать самому. Самому все раз. И второе – рассказывать только свое. Не надо рассказывать только за свой бизнес. Бизнес – это что? Это компания. Бизнес – это команда. Бизнес – это что? Система. Бизнес – это что? Продукт. Бизнес – это что? Наставник. Ваша работа с возражениями гораздо проще. Когда вы общаетесь с людьми и вы рассказываете не про себя. Когда вы общаетесь с людьми и рассказываете инвалиду, Инвалиду про нашего инвалида в команде, пенсионеру про нашего пенсионера в команде, генерал про нашего генерала в команде. То есть вы должны подобному рассказать о подобном, который в нашей команде. Кто понял этот урок? Я вас просто сейчас сделал всех по-настоящему счастливыми и успешными, если вы это будете делать целый год. Просто. Кто понял суть, так легко. То есть не надо пенсионеру рассказывать, какой ты молодой, какой у тебя BMW, как ты путешествуешь по миру. Ему надо рассказать. Друзья, напишите результаты по доходам. Пенсионеры. Пенсионеры пишут. Клавдия Николаевна, пенсионер. Доход 500 долларов. Молодец, Клавдия Николаевна. Так. Сергей Николаевич, пенсионер. 40 лет отработал на государство. Да, пенсия 300 долларов. Тяжело вам? О, в команде успех вместе 1000 долларов заработали? Поздравляю, поздравляю. Отлично. О, Алена Николаевна, пенсионер. 20 лет отработала на вредном производстве. 250 долларов пенсия. 1500 долларов заработали в команде нашей? Классно, классно. Поздравляю. Значит, знания вам помогают, да? Да, помогают. И другой человек на это смотрит. Как он смотрит? Это есть коммуникация. Почему у меня всегда разные презентации? Почему у меня всегда разные тренинги? Заметьте, я иногда выступаю очень, так знаете, с натиском. Иногда так добро, иногда так мило, иногда так серьезно, иногда по-деловому. Иногда выступление мое за час бывает неповторимое, и в этот час я выступаю. Как лидер, как простой человек, как профессионал, как человек, который учится. То есть, вот о чем речь идет. Удалите, пожалуйста, матершинника в чате. То есть, речь идет о том, что люди, люди, они что? Они не хотят и не понимают то, что вы хотите им рассказать. То есть, как вы инвалиду можете рассказать про жизнь, если вы что? Ну, друзья, ну, вы сам не инвалид. Как вы можете ему рассказать? Нужны примеры инвалида. Нужны примеры именно вот таких людей. То есть, вы одно целое. И эффект третьего лица, это самое полезное. То есть, эффект третьего лица, это действует невероятно. А у нас все ролики у людей какие? Посмотрите. Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Понимаете? И так далее. То есть, речь идет вот об этом. Сейчас я удалю убогого человека, который в чате матерится. Секундочку, друзья. Модераторы сегодня спят. Поэтому сделаю с удовольствием человека, который про себя написал, что у него лицо. Да, друг, тяжело вам с таким лицом. Тяжело с лицом Ишака смотреть вам в зеркало. Сейчас я вас удалю, секундочку. Нам в команде, в команде не нужны такие люди, которые себя не любят. Если человек себя не любит, зачем он нам нужен? Согласны? Так, модераторы, вы его удалили? Я найти его не могу. А время тратить на него неохота. Потому что, а вот я нашел. До свидания. То есть, представляете, как люди себя не любят. Но просто себя не любят. То есть, люди себя просто не любят. То есть, настолько себя не любить и называть себя вот так, ну это как-то несерьезно. Идем далее, уважаемые друзья. Мы не тратим время на то, что не созидают. Нам не нужно, не надо тратить свою энергию и время туда, где не будет пользы для людей. Теперь идем далее. Мы с вами сейчас говорили о чем? Мы с вами сейчас говорили о том, что эффект третьего лица, это значит вы в роликах, тренингах, презентациях, говорите не только про себя. Вы говорите тем людям, про других людей, как меняется жизнь человека, что он для этого сделал. Вот что он сделал для этого, что сделал для этого пенсионер. Он ходил на тренинги, он ходил на презентации, он применял это в действии. Если вы теперь поняли, что такое эффект третьего лица и что нужно это делать в статусах, в роликах, презентациях, то есть вам надо записывать ролики про наставников, про команду, про пенсионеров, про систему. То есть и говорить надо от всех людей и затрагивать всех людей. То есть тогда вы будете более успешны. Таблицу лидеров показываете. Вот пенсионер, вот монтер, вот слесарь. То есть подобному подобное. Всегда запомните это. Подобному подобное. Теперь идем далее. И все вы это должны делать через построение. Что это значит? То есть вы должны делать через построение, а построение, оно бывает разное. Бывает правильное построение, бывает неправильное построение. То есть неправильное это антипостроение. Правильное – это построение. И вот, уважаемые друзья, теперь смотрите. Мы с вами сейчас обсудим вот такой важный момент. Если вы это поймете, это хорошо. К примеру, выступает спикер и рассказывает какую-то историю. Несколько сот человек находятся на портале, и спикер рассказывает историю. А вы со своим жизненным опытом не согласны с этой историей. И вы в чат пишите. Да все это неправда. На самом деле истина – это другое. Правда – это другое. Да можно курить, да можно пить. То есть человек-алкоголик, вы говорите, что пить, противопоказано. Что это не так хорошо. Алкоголик говорит, да кого вы слушаете? Я 20 лет пью, до сих пор живой. Правда, печень страдает. И самому-то 45, а выглядит на 75. Так вот, он говорит, что пейте, ребята. Спикер неправду говорит. Вот это называется антипостроение. То есть антипостроение – это когда вы не созидаете, а рушите. Так вот, если вы в одной команде, в одной системе, в одной структуре, то вы, конечно, как профессионал, должны созидать, что, возможно, вы с чем-то не согласны. Ну, к примеру, я не знаю английского языка. И говорю слово по-английски неправильно. А вы знаете английский язык. Лучше промолчать в данном случае, потому что, если вы скажете, что слово, к примеру, брейн, говорится не брейн, а к примеру, брейн, то вы, под сомнение, ставите всю лекцию. Но знание английского языка ни одного переводчика мультимиллионером не сделало. Знание игры на фортепиано учителя не сделало богатым. Понимаете, да, смысл? То есть, мы все не идеальны, у нас есть плюсы и минусы, плюсы нужно показывать, про минусы нужно молчать, и их нужно что? Улучшать. Минусы нужно улучшать, но про них нужно молчать, а про плюсы нужно говорить. Потому что нет идеальных людей. Кому понятен урок антипостроения? Теперь по строению. Вы, когда говорите с людьми про бизнес, про возможность, то, естественно, что вы должны понять? Что вам необходимо правильные моменты рассказывать на тренинге. Что это значит? Это значит, что ваша задача, друзья, позиционировать команду, наставника. Ну, к примеру, ваш наставник выступил неудачно. Напишите, сегодня самое лучшее выступление, и в это все поверят. Кто понял, о чем я сейчас сказал? Ну, выступил наставник неудачно, вам так показалось. Вы заходите в чат и пишите, самое лучшее выступление за всю историю, самое лучшее. И все в это верят, да, самое лучшее. А может быть, оно и было лучшее, но вы этого не поняли. Ваши чувства, возможно, не совпали с чувствами спикера. То есть, вы не должны, вы должны созидать, гармонировать. И когда вы говорите про компанию, про компанию, то вам нужно показывать, что наша команда лидирует. Что мы получаем деньги. Что наша компания сегодня занимает ведущие места в мире. То есть, в январе 2014 года наша компания заняла первое место среди всех компаний мира. Это построение. Через 6 месяцев наша компания укрепила позиции и заняла первое место в мире с большим отрывом. Без риска для людей, без продаж, без инвестиций. Это построение. Сегодня наш бизнес находится в 200 странах мира. Это построение. Он глобален. Это построение. В нашей команде люди, которые получают консультацию. Я могу сказать, кто у меня за последних 10 дней консультировался. Консультировался Иван Вог. Это построение. И он лидирует. Консультировался Александр Ульянович. И он лидирует. Консультировался Юрий Коргин. И он лидирует. Консультировался Владимир Григоренко. И он лидирует. Заметьте. Мне достаточно сказать правду. Что вот эти люди получали консультацию у меня на протяжении 10 дней. Несколько раз в неделю. И они что? Лидируют. Значит, человек, который... Вот вы должны были услышать, что? Не то, что наша команда даже крутая. А то, что люди, которые консультируются, они стоят выше тех, кто не консультируется. Потому что вот эти люди, я вам честно могу сказать, консультируются больше, чем другие. Это без ранья. И что мы видим? Результат налицо. Значит, система работает. И я их что? Построил. Построил не в шеренку с ремнем, а наоборот, построил, дал, показал, что эти ребята профессионалы, что они консультируются, что у них нет тега, что они меняются, что они идут вперед, что они улучшают свои навыки. И наша команда занимает ведущие позиции в мировом рейтинге. Видно, да? Вот так-то. И также вот успех мести Анатолий Кэша. Он ходит на все тренинги. И поэтому добивается результатов. Видите? Молодец. Ну и здесь много. Иван Росков у меня консультируется каждую неделю. Наталья Хаталова, Геннадий Хаталов консультируется каждую неделю. Шмигельская Инна консультируется каждую неделю. Вот они, эти ребята. Алена Шоркина ходит на тренинге. И вот вы видите, что команда успех мести, она, Светлана Доронина ходит на тренинге. Я постоянно ее вижу. Владимир Галинченков ходит на тренинге. Зинаида Собченко ходит на тренинге и задает вопросы. В чат и просит добавить людей. То есть кто активный, он растет. Вам, друзья, надо поставить всем логотип успех мести. Где это делается? То есть зайдите и вот такой логотип, вот такой логотип, поставьте, чтобы я зачитывал ваши фамилии. Вот сюда жмете my website, my website. А нет, вот здесь персонал, персонал инфо. Вот здесь вверху жмете change. И после вашей фамилии делайте пробел и делайте вот такую вот, вот такой логотип. Если фамилия длинная, то фамилию ставите вот сюда вверх, а сюда логотип. То есть сделайте, чтобы мы вас могли поздравить и прочитать в таблице лидеров. То есть построение нужно давать тем, кто созидает. Кто не созидает, тем построение нельзя давать. Например, у вас появляется в коллективе человек, который занимается, например, пирамидками. То есть что это значит? То есть человек занимается пирамидками. Вы не имеете права ему давать построение, потому что он. Ксения без звездочек тоже можно. То есть человек, если занимается пирамидками, и вы ему делаете, что это хороший человек, то ваши люди к нему потом уйдут в пирамиду, потому что люди поверят, что он хороший. Или человек занимается несколькими бизнесами, его тоже нельзя перед командой строить, потому что он делает неправильные действия. То есть вы должны понимать значение построения, это очень важно. Строить надо только то, что вам будет давать плоды и для всей команды. Вот так. Запомните. А если человек делает на три фронта, если у него одна команда, вторая команда, третья команда, три компании, то нельзя такого человека строить, потому что вы совершите ошибку, вы его построите, и потом все ваши люди будут ему доверять. А в итоге почему они должны ему доверять? Потому что вы его что? Построили. То есть вот это нужно тоже понимать. То есть все нужно делать правильно. Теперь, про построение всем понятно. И вам нужно показывать, что вот наши наставники путешествуют по миру, что вот они получают вот такие чеки. То есть когда вы будете говорить про команду, про наставников, про партнеров, то это и есть построение. Что наш владелец ездит на Ламборджини, что у нашего владельца также есть еще Бенкли, Роллс-Ройс, что это человек, который успешен в мире, человек, который попал в топ-50 тренеров мира. То есть за этим человеком мы идем, потому что он профессионал. Потому что с этим человеком можно делать дела. И также вот я говорю, друзья, пожалуйста, напишите ваши результаты по доходам. Кто сколько заработал. Напишите вашу профессию до, вашу профессию сейчас. И вы сейчас пишите свои результаты. Это тоже построение. Вас построили перед аудиторией, перед вашей группой, перед вашей командой. Плюс, когда вы все результаты пишете, вы делаете построение всей системы и всей команды в целом. То есть когда вы пишете результаты свои, то эти результаты видят новые люди, видят старые люди. И эти результаты кого-то что заводят. Поэтому построение иногда делается не только для себя, а делается для общей организации. То есть вот это вы должны так же понимать. И вот люди пишут свои результаты. Домохозяйка, 175 долларов в Америке. Завтра жду новый чек. Иван Росков уволился с завода. Более 1300 долларов здесь получает. Светлана Доронина, риэлтор. В свободное время от работы почти 400 долларов через интернет. Ольга Янушевская в декретном отпуске 370 долларов. Дарья Заплешникова, что мы видим. Еще учусь уже 75 долларов через интернет получила. Молодец. Галина Ковалева, пенсионер по болезни. 460 долларов. Молодец. Любовь Гришина, вот вы видите, так же получила 10 долларов. Классно. Оксана Боровская, экономист, свободная от основной работы время 165 долларов. Ольга, значит, Таймукова, значит, швея в свободное время 174 доллара. Владимир Григоренко, сам себе начальник, заработал в Брэйне за первую неделю 260 долларов. Инна Олешкевич, мама в декретном отпуске. Более 1000 долларов, спасибо наставникам. Пенсионер, работающий в Италии, в свободное время Зинаида Сомченко, получила 218 долларов. Лариса получила 10 долларов первые свои. Вячеслав получил дробязин разнорабочий 68 долларов через интернет. Далее, что мы здесь видим? Иван Вовк, руководитель на заводе. И здесь он получил более 2000 долларов. Снежана Гулео, мама в декретном отпуске, с Италии. Вообще, Снежана молодец, у нее большой рост идет. Вот, Снежана заработала 84 тысячи рублей через интернет в новой компании. Вот это лидер, это пример. Виктор Загородский уже получил 10 долларов без продаж, плюс еще на продажах. И вот здесь вы видите, что мама троих детей получила 10 долларов. Наталья Воробьева за короткий срок почти 400 долларов. Что мы здесь видим? Инна Шмигельская, 1700 баксов, мама в декретном отпуске. Юрий Коргин за первые недели 220 долларов. Иван Колбов, юрист, более 700 долларов. Что я сейчас сделал? Я сейчас придал ценность нашей системе, нашей компании и нашим людям. То есть, что должен понять новичок? Что в нашей команде люди зарабатывают. То есть, он может этому научиться. И здесь идет вопрос, как? Что вы делаете? Понимаете, у людей появляются мысли. Откуда вы, мама в декретном отпуске, Снежана Гулеев, заработали 84 тысячи рублей? То есть, кто понимает, о чем я сейчас говорю? Вот так работает бизнес. Многие, конечно, не написали, стесняются. Или пока не знают свой точный доход. Но мы видим, что система, она работает вот так. Она многогранна. Она эффективна. Она интересна. И кто владеет этим всем, тот будет самый успешный человек на планете. И вам достаточно понять, богат не тот, у кого больше, а тот, кто нуждается в меньшем. То есть, богат не тот, у кого больше, а тот, кто нуждается в меньшем. И вы можете быть успешными. Но нужно делать то, что я сказал в самом первом блоге. Если вы опоздали на тренинг, придите сегодня в архив, пересмотрите первую часть, и вам будет понятно. То есть, вам нужно понять, что надо делать, как делать, для чего надо делать. И это только начало. Теперь смотрите, друзья, следующий вопрос. Мы с вами сейчас разобрали работа с возражениями, эффект третьего лица, трехсторонний. У нас, смотрите, есть построение и антипостроение, разобрали. Правильная консультация, успех приходит через понимание неудач. У нас остается горячий рынок, холодный рынок, трехсторонний разговор и бизнес-план. Давайте так. Так как сегодня ночь, и мы можем все не успеть, начнем с бизнес-плана. Кто за? То есть, мы начнем сейчас с бизнес-плана. Если время останется, то мы еще разберем с вами горячий рынок, холодный рынок и трехсторонний разговор. Если не успеем, то в субботу, в субботу, в 12.00 Москвы, мы с вами поднимем эти темы. Трехсторонний разговор, горячий рынок и холодный рынок. Вот так. И теперь смотрите. Вот теперь давайте с вами разберем бизнес-план. То есть, навыки, которые вы сегодня получили, вам необходимо что? Применять. То есть, зачем вам навыки без бизнес-плана? То есть, согласитесь, нелогично. Нелогично сегодня получать знания, а их не применять в бизнес-плане. Смысл? Тогда обучение. То есть, вы получили, но знания не применяете. И теперь давайте с вами проговорим про бизнес-план. Значит, если вы хотите получать вот такие доходы, без риска, без продаж, без инвестиций для людей. Вот компания мне за первых 10 дней начислила 112 тысяч рублей. 3109 долларов. А в мае, в мае компания начислила вот так. Смотрите. Сейчас я вам покажу слайд, чтобы вам было понятно, что здесь может получить человек. Открываем документ. И смотрим. Итак, смотрите. Вот документ. Эта компания начислила деньги за определенные действия, про которые мы вам уже говорили и сейчас еще расскажем. Первая неделя мая 275 долларов. Без вложений, без продаж, без риска, без обмана. Вторая неделя мая 606 долларов. Третья неделя мая 1054 долларов. Четвертая неделя мая 1338 долларов. Конец мая несколько дней 314 долларов. И бонус за весь май 2000 долларов. Вот такую сумму компания начислила. Вот на такую, значит, банковскую карточку. Вот на такую банковскую карточку. Карточка приходит с Англии. И мы в любом банкомате мира снимаем деньги. Но, чтобы снять деньги, нужно что? Потерпеть ряд неудач. Обрести профессионализм. Обрести наставника. Быть учеником, а не учителем. И начать действовать. И применять те навыки, о которых я вам рассказал до, о которых расскажу после. И сейчас с вами поговорим о бизнес-плане. Это очень важно, чтобы понять, что вы можете на сегодняшний день. То есть, прямо сейчас вы можете сделать первое действие. Бесплатно занять позицию в компании номер один в мире по темпам роста, по развитию, по перспективам. И, ребята, хорошая новость. Сегодня владелец компании мне написал, что в Германии они получили документы. И вот-вот в течение нескольких недель начнется отправка по странам Евросоюза. То есть, 27 стран Евросоюза. То есть, вот эта новость. Смотрите. Сам Эрик мне написал. И вот вы видите, что вот-вот начнется отправка еще дополнительного нашего склада, который будет сейчас работать в Гамбурге, в Германии. И теперь, что я хочу вам сказать, друзья, что сегодня наша компания лидирует на рынке по темпам роста. Компания была основана 15 января 2014 года. Компания имеет уникальное руководство. Наши лидеры сегодня, владельцы, например, Эрик, это люди, которые попали в топ-50 лучших тренеров мира. То есть, рост сегодня невероятный. Это люди, которые знают, как делать успех. То есть, мы сотрудничаем сегодня с лучшими учителями, с лучшими наставниками и с лучшей миссией на Земле. В свое время Эрик был таким же учеником, как мы. Он был послушным учеником. Его доход в интернете, применяя знания, был 35 миллионов рублей. 1 миллион 36 тысяч долларов. Сейчас, пожалуйста, в чат ничего не пишите, чтобы я людям дал информацию. Здесь вы посмотрите бизнес-план нашей компании. Изучите еще отдельно. Я вам дал сайт, значит, на информацию, именно, кто владелец нашей компании. У нас есть лучшие продукты года. Собственное сырье, собственные продукты, собственные патенты. Склад у нас работает. Сейчас 4 склада у нас уже будет. Один в Канаде. Один, значит, вот вы видите, Новозеландия, Австралия, Канада, Америка и сейчас Гамбург, Германия. У нас лучшие продукты, которые нужны более чем 7 миллиардам людей на планете. Наш план сегодня получил и компания множество премий. Лучшая компания по темпам роста. Лучший стартап года. Самый щедрый бизнес-план в мире. Наша компания платит новичку за повторную покупку в сеть от структуры 75% в структуру. В других компаниях, если вы немного разбираетесь, к примеру, в хороших компаниях, Едоша, 1%, первое начисление, Амвей 3%, Арифлейм 3%, то есть от 3% до 35% сегодня платят. Новичок получает от 3% до 12% и несколько лет сидит на этих процентах. Лидеры, их несколько человек получают больше. В нашей компании человек получает сразу же 75% за созданный товароборот в сеть, за повторные покупки людей. Это новичок. Лидеры у нас получают 75% и это равенство между новичком и лидером. То есть новичок и лидер у нас могут получать столько же или кто-то из них может получать больше, кто товароборот создал больше. Но наши лидеры получают в 2-5 раз больше, чем лидеры других компаний, а новички получают в 10-25 раз больше, чем новички других компаний. Что наша за компания? Это компания, которая сегодня имеет самый актуальный и новый план в мире. План года. У нас 6 ступеней, видите, ступенчатый план, 6 ступеней раз. Бинар за повторную покупку без ограничений до любой глубины. Линейка и ромашка, видите, без ограничений. То есть первая линия без ограничений. Плюс бонус Powerline, плюс карьера, плюс карьера. Бонусы за карьеру. И самые большие деньги вы будете получать за бонус быстрого старта и за бинарный бонус. То есть люди будут в магазине покупать продукты слева и справа. И чем больше покупок слева и справа, тем больше компания будет начислять деньги. То есть компания, смотрите, наша не дает рекламу, наша компания говорит, что мы имеем свое производство, свои продукты, свой бизнес-план. Мы реально платим деньги и вверху русский язык выберите. Кто не знает английского языка, вверху русский язык нажмите. И потом посмотрите, сейчас смотреть не надо. И что говорит наш владелец? Что это самый простой бизнес, который он видел за 25 лет. А у него более 25 лет опыта в индустрии MLM. То есть человек, который попал в 150 лучших тренеров мира. И вот вам ссылка. Я вам дал вот ссылочку, где он об этом рассказывает. И у нас настолько простой план, что его может повторить любой человек. Не надо ничем рисковать. Вы это делаете в свободное время от работы и учебы. И суть такая, что магазин рекламу не дает. У нашей компании есть магазины в интернете. Мы там берем для себя продукты. Для детей, для животных, для взрослых людей. И рассказываем об этом, как сарафанное радио в интернете, умея коммуницировать с людьми, умея аргументировать, про что я уже говорил в первой части тренинга, и дополнять друг друга. Люди во всех странах мира, так как у нас компания работает сейчас в 150 странах мира есть доставка и 72 языка мира, то работает везде. Естественно, это удобно. Люди делают покупки в этом магазине через ваш номер. То есть вы не вкладывали денег, вы купили продукт для себя, для детей, для животных, для родителей. Другие друзья купили или знакомые, или малознакомые продукт в этой компании, а вам начислили деньги вот на такую банковскую карточку. Друзья, напишите еще раз ваши доходы. Пусть люди увидят, какие деньги здесь можно получать на стадии построения этого вида деятельности. И теперь я вам хочу сказать важное, что у нас есть принцип действий. Он вот такой. То есть вы пришли, и мы вас не бросаем. То есть вот это вы. У вас две команды. Одна влево очередь в магазине и другая вправо. Вас пригласил вот здесь ваш менеджер, и у него есть наставник. У вашего менеджера и наставника есть также одна команда влево, а другая вправо. Предположим, что одна команда влево с вами, а вправо своя. Или наоборот. И ваши менеджеры и наставники развивают две очереди. Они ставят людей в магазин. Эти люди ходят в магазин и делают покупки. В свою одну структуру. Но так как у них одна структура с вами общая, они сюда ставят людей. Видите? То есть получается, вам помогают развивать бизнес. Вы сейчас бесплатно вот здесь занимаете позицию. И ваши менеджеры и наставники со временем вам сделают вот здесь товарооборот. Когда у вас будет вот здесь 50 клиентов, и 50 клиентов вот здесь, вы будете получать 1000 долларов. За что? За товарооборот. Теперь смотрите. Вы сюда, допустим, позвали 10 человек, а сюда позвали 2 человека. Допустим, влево 2 человека, вправо 10 человек. Вот эти 10 человек позвали по 4 человека. У вас стало 50 человек. А здесь вы позвали 2, а наставник позвал 10. И эти 10 позвали по 4. И у вас стало 50 человек здесь. То есть фактически вы позвали 12 человек. 2 влево и, допустим, 10 вправо. Или наоборот. Вы потратили на это месяц, полгода, год. И вы будете получать каждый раз на банковскую карточку за такую работу в среднем 1000 долларов. Как прямо сейчас занять бесплатно позицию? Кто из вас хочет сейчас занять позицию? Потому что сейчас люди начнут занимать позицию. И вы можете, что, оказаться в очереди позади. То есть кто первый занимает позицию, у него более выгодное преимущество. Потому что ваши наставники и менеджеры сейчас ставят людей. То есть выглядит это вот таким образом. То есть вот так выглядит генеалогия. И вот очередь влево и очередь вправо. Вот здесь 1700 человек, значит, кто занял позицию бесплатно, и 200 человек, которые уже сделали покупки. Это только новые люди за май, ой, за июнь. Не считая еще других людей. А вот здесь, кто зарегистрировался в мае, вот это люди, кто зарегистрировался в мае. Вот их покупки. Видите? И вы получаете деньги и за эти баллы, и за эти баллы, которые создадите. Теперь смотрите. Кто из вас прямо сейчас займет позицию, у вас получится вот такая, значит, ситуация. Ваш наставник и менеджер сейчас в интернете, вконтакте, в фейсбуке делает разные вот такие заметочки. По бизнесу, по продукту, по магазину. Поэтому люди ходят в этот магазин, люди делают покупки. Но если вы сейчас позицию не займете, то эти покупки вам по плану не пойдут, потому что вы позицию не заняли. Если займете позицию, да, пойдут, потому что ваш менеджер с наставником будет ставить людей. И прямо сейчас вы можете совершенно бесплатно занять позицию, и она будет лучше, чем у других. Как это сделать? Очень просто. Сейчас я вам покажу, как это делается. Вы сейчас зашли на встречу, и вот здесь жмете кнопку «Начать бизнес». Нажимаете кнопку «Начать бизнес» вот здесь. Вот здесь кнопку «Начать бизнес», и вот здесь кнопку «Менеджер». Вот здесь кнопку «Начать бизнес», и вот здесь кнопку «Начать бизнес», и кнопку «Менеджер». Кто с белым флагом, Руслан, Юрий, вы гость, вам нужно нажать кнопку «Создать аккаунт». Жмите «Создать аккаунт». То есть, кто с белым флагом, вы жмете кнопку «Создать аккаунт», плюс «Начать бизнес» и «Менеджер». Кто без белого флага, вы жмете кнопку «Менеджер» и «Начать бизнес». У вас появляются вот такие вот анкеты. Здесь ваш менеджер. У менеджера есть почта, телефон, скайп. Ваш менеджер самый лучший. Есть «Одноклассники», «Фейсбук», «Контакт», «Еду», «Ютуб». Добавьте вашего менеджера в друзья. Задайте вопросы, с чего начать, как оплатить, как занять позицию, как получать знания, какие тренинги посетить. Это вот когда жмете «Менеджер». Далее, вы нажали «Начать бизнес», у вас появилась вот такая страница. И вот сейчас начинаются соревнования. Кто первый сделает, тот быстрее займет позицию. Вверху убирайте русский язык. Напомню, жмете «Начать бизнес», появляется вот такая страничка. Вверху убираете русский язык. Здесь пишите ваше имя, допустим, Ирина, с большими буквами по-английски или латинскими буквами, но не русским. Русский нежелательно. Как в загранпаспорте или как на банковской карте. Здесь пишите «Петрова», здесь пишите «Почту», здесь «Повторение почты» и здесь номер телефона через плюс. То есть, повторяю, чтобы занять позицию, достаточно написать «Ирина», «Петрова», «Почта», «Повторение почты», номер телефона через плюс и нажать «Раскрыть секрет». Так вот, кто первый нажмет «Раскрыть секрет», тот первый и займет лучшую позицию, ту, которая сейчас идет именно вслед за вашим наставником, где он нас пригласил. Поэтому, друзья, кто занял позицию, поставьте цифру 7, мы вас поздравим. Или кто займет позицию, поставьте цифру 7, мы тоже вас поздравим. Теперь в нашем магазине есть продукт, который занял первое место в мире. То есть, помимо того, что наша компания платит самые большие деньги в истории, и вы попали сейчас в 1% сразу же в 200 странах мира, не в своей стране, это можно делать через интернет, а в 200 странах мира, то вы попали в 1%. Деньги через месяц, полгода, год, когда научитесь создавать сеть, научитесь создавать товарооборот, будете получать на карточку Мастеркард Пионер. И в этом магазине лучшие продукты от науки, которые нужны более чем 7 миллиардам людей на планете. Что это такое? Это то, что сегодня необходимо всем. И я сейчас коротко расскажу, но сначала поздравлю людей. Сауле поздравляю, Лана поздравляю, в общем, всех, кто занял позицию, поздравляю, друзья. Вы лучшие, вы на правильном пути, и я вам желаю успехов и процветания. Что это за продукт? Это продукт, который это 15-30 лет жизни. Так как завтра в 19-30 Москвы, в четверг, будет лекция от эксперта по здоровому образу жизни, и в том числе я буду также выступать, то завтра вы узнаете об этом продукте все в 19-30 Москвы. То есть вы зайдете в расписание, вот сюда, расписание, видите, и посмотрите, что завтра, в четверг, 14.00, значит, будет у нас с вами, так, а здесь, завтра, значит, у нас четверг, просто неправильно стоит, да? Вторник, вторник, так, а, это я смотрю, вот, расписание. Жмем расписание, и мы видим, что завтра в 14.00 презентация бизнеса, сюда приглашаем новых людей, а в 19.30 бесплатная лекция по здоровому образу жизни. И вот завтра вы все подробно узнаете об этом продукте. Кто с белым флагом, чтобы вам попасть завтра на лекцию, вам нужно нажать кнопку создать аккаунт, вот эту синенькую, заполнить анкету, бесплатное имя, фамилия, город, почта, номер телефона, скайп, код с картинки и нажать создать аккаунт. Тогда у вас будет вот такая вот бесплатная система, где у вас будет бесплатная для посещения всех тренингов, видите, и будет расписание. Также здесь есть еще дополнительные платные функции, если вы хотите их взять для себя. И вот, друзья, вы начинаете действовать. То есть, вы начинаете обучаться, и вот этот продукт это ноу-хау, это эликсир молодости, это 15-30 лет жизни. Это получается более чем 700 заболеваний в мире известных. Вы себя защищаете более чем от 700 заболеваний. Друзья, напишите ваши результаты по продукту, кто уже пользуется. Против рака, против онкологии, против фасмин, против аллергии, против лишнего веса, давления, голова, правильный сон, энергия, то есть, неправильная стопа, проблемы в полости рта. То есть, вот этот продукт решает вам более 700 трудностей. Плюс 15-30 лет жизни дает, вы в аптеках не покупаете лекарства, вы не ходите в больницу, вы не ходите с тросточкой, потому что вы будете здоровым. Естественно, кто постарше, у вас маленько другая ситуация. Завтра вы об этом узнаете. Кто помладше, вам, естественно, лучше, потому что вы вообще себя продлите на более длительное время. И это ноу-хау от науки сейчас рассказывать не буду, но могу сказать так, что люди, которые потребляют этот продукт, у них происходят вот такие вот изменения. две ровесницы, Мадонна и Алевтина Бегишева, обе прекрасных женщины. Одна похожа на бабушку Алевтина Бегишева, другая на сексапильную девушку. Мадонна потребляет продукт астаксантин уже давно. Посмотрите, какой лоб, посмотрите, какие губы, посмотрите, какое декольте, шея. Кто-то скажет, это подтяжки. Нет, никто не спорит, что подтяжки существуют. Внутренняя красота, то есть, она потребляет астаксантин и процесс старения останавливается изнутри, не стареют ваши органы. То есть, понимаете, сосуды. И вот, Мадонна в известном журнале говорит о том, что она астаксантин пьет много-много лет. Вот видите, Мадонна и вот астаксантин она рассказывает, пьет. И дам вам еще на русском языке по продукту почитать. Сюда входит более 10 компонентов. Это ресвератрол, астаксантин, это л-глютамин. Это просто что-то невероятное. То есть, это лучшее от науки, что есть сегодня. И этот продукт работает. 70% активирует разум, мозг активирует каждую клеточку. Наш мозг развит на 2-5%. А когда мы потребляем BrainFoil Plus, то 70% это активация мозга и 30% всего тела. Что такое мозг? Мозг, головной мозг человека это орган координирующий и регулирующий все жизненные функции организма и контролирующий поведение. Все наши мысли, чувства, ощущения, желания, движения связаны с работой мозга. И получается, ребята, мы должны с вами понимать, что когда мы потребляем этот продукт, то он работает, мозг улучшается, улучшается зрение, улучшается движение, то есть мозг отвечает за все. Вот результаты людей. Я их сейчас пью, концентрации и внимания стало больше. У нас одна женщина давала их человеку после инсульта, у него был паралич руки, и она сказала, что они реально ему помогают. И он радуется, как ребенок, что рука начинает шевелиться. В общем, завтра вы это все узнаете на лекции. Я вам дам вспомогательные ролики, как работает этот продукт у людей. Посмотрите. И мы первые на рынке, первые, никто в мире не имеет такого продукта. То есть, мы вне конкуренции. И склад в Европе сейчас открывается. То есть, темпы и скорость доставки улучшатся. Представляете? То есть, мы с вами делаем то, кто еще этого не делает. И плюс у нас патенты, сертификаты, и невозможно делать то, что делаем мы. Также у нас продукт такой же появится для детей в течение полтора месяца, и потом для питомцев. Здесь 90 капсул. Одну баночку можно купить от 37 долларов. Что это значит? Это значит, что вы можете продлить в своей жизни. Это раз. Экономить деньги на магазине. Вы будете реже ходить в магазин. Два. Нормализация веса. Таблетки не будете покупать. В больницы не будете попадать. И будете чувствовать себя гармонично. За одно и то же время сможете сделать гораздо больше действий. Как купить этот продукт? То есть, вы сейчас заняли очередь. И смотрите, мне на почту пришла информация, что ребята, прямо сейчас, кто купит до четверга, до 10 утра Москвы, видите, произойдет срез очереди. То есть, получается, если вы заняли позицию вот здесь, а вот этот человек занял позицию вот здесь, вот этот человек продукт не купил, а вы купите вот здесь продукт, то вы в четверг в 10 утра Москвы переместитесь вот сюда. То есть, у вас будет более выгодная позиция. То есть, тот человек, который серенький, вот так они выглядят, они еще не купили продукты, они заняли очередь. И под серенькими вот такая вот структура выросла, видите? То есть, мы помогаем этим людям занять позицию и делаем под них бизнес. Помогаем этим людям. И вот здесь вы видите, если, например, Лена вот сейчас Сальяхова купит продукт, то в четверг в 10 утра Москвы она обгонит Лунгу, она обгонит Женюк, она обгонит Фисенко, она обгонит Лаух, и она улетит в самый верх. То есть, человек, который не купил продукт, он опускается в нижнюю очередь, а кто купил продукт, в верхнюю очередь. И так каждый четверг. Поэтому я желаю вам до 10 утра Москвы опередить людей до 10 утра Москвы. Все, можно успеть с ООЛ, можно договориться, можно найти разные решения. И есть покупка. Смотрите, какая покупка есть. Есть, значит, пакет номер один, есть пакет номер два, есть пакет номер три. В чем разница? Первый раз вы платите 20 долларов. То есть, первый раз вы платите 20 долларов за ссылки, за регистрацию. Одна баночка стоит 93 доллара, это пакет номер один. Пакет номер два, три баночки, 166 долларов, одна бесплатно, и шесть баночек, 243 доллара, три банки бесплатно. Со второго месяца, одна баночка, три баночки, и шесть баночки, на 20 долларов дешевле, потому, что уже не платите 20 долларов. Со второго месяца вы можете брать пакет номер один, пакет номер два, пакет номер три, любой, какой хотите. Одна баночка 73 доллара, три баночки 147 долларов, это получается 49 долларов банка, А 6 баночек – 223 доллара, и одна баночка получается 37 долларов. Какие преимущества по пакетам? Если вы берете одну баночку, вы получаете 50% за приглашение с первой линии. Если берете пакет номер 3, то вы получаете ранг, карьеру, тройная звезда. Вы покупаете на месяц тройную звезду и получаете целый месяц за приглашение 56%. 52% с первой линии, 2% со второй линии и 2% с третьей линии. И получается, что пакет номер 6 выгоден чем? Пакет номер 3, что туда входит 6 баночек, 3 бесплатно. Вы скидываетесь родственниками, друзьями, денежкой, кладете на банковскую карточку. Модераторы, напишите, какими картами можно оплатить и какие способы. Visa Classic Mastercard подходит? Visa Electron в России не подходит, Visa Electron подходит за границей. И виртуальная карточка Visa Kiwi подходит, виртуальная карточка Visa Mastercard тоже подходит. Плюс вы можете взять карточку в связном, в МТС, в Евросети бесплатно за 10 минут, Mastercard положить на нее деньги и сделать заказ. Когда делаете 6, 3 бесплатно, между родственниками поделили и всем дешевле. Кто любит продавать, мы продавать сильно не любим, но кто любит, вы можете брать 10, 20, 30 баночек по 37 долларов, а продавать по 50, по 60. Но суть бизнеса не в этом. Вы строите сеть, вы приглашаете людей и вы взяли, допустим, большой пакет. За первую линию получаете 52%, за вторую линию 2%, за третью линию 2%. За маленький пакет 26 долларов, за большой пакет 78 долларов, это с первой линии. И со второй, третьей линии по доллару и 3, видите, да, за пакеты. Плюс каждый месяц условия берете одну банку обязательно. Если у вас вот здесь, смотрите, в генеалогии стоит 0 баллов, вам обязательно надо оплатить до 30 июня, если у вас здесь стоит 0 баллов. Если вы до 30 июня не сделаете заказ, то у вас будут потеряны все баллы и вся структура. То есть вы потеряете баллы, потеряете структуру, а восстановить можно только один раз по заявлению. Поэтому если вы сегодня не до 30 июня, кто уже в магазин ходит, не возьмете одну баночку, 3 или 6, сколько хотите, то вы потеряете структуру и баллы. Поэтому обратите внимание, что всем нужно сделать автошифт автоматически до 25 июня и ручной до 30 июня. Вручную. Как это сделать, обратитесь к менеджерам. И вот вы делаете одну баночку, получаете деньги за приглашение, плюс у вас строится глубина, вы приглашаете по одному человеку минимум в месяц, можно больше, каждый месяц по одному. За год вы пригласили 12 человек. Они также каждый месяц по одному. И у вас получилось 4095 клиентов. Эти клиенты вот так распределяются влево и вправо. И вы будете получать через год, если вы сделаете все, что я вам показал, 41 тысячу долларов, полтора миллиона рублей. Но, возможно, вы будете получать меньше, больше или так далее. Мы с вами сегодня обсудили разные темы. Тренинг наш подходит к новому этапу. Это мы приглашаем вас на завтра. Месяц начинается у всех с первого по тридцатая. Одинаково. Если вы купите продукт сегодня, то вам надо будет в следующий раз купить в следующем месяце. С первого по тридцатая, с первого по тридцатая, с первого по тридцатая. Друзья, у нас с вами остались такие темы. Трехсторонний разговор. Горячий, холодный рынок. Как работать в интернете через систему и в субботу в 12.00 Москвы я обещаю, что свое обещание сдержу и расскажу про эти секреты, про эти тонкости. Завтра в 14.00 презентация и завтра в 19.30 Москвы лекция от эксперта в области здоровья. Размещение рекламы на бесплатных досках это не спам. Если они бесплатные и вы там делаете, это не спам, это разрешено. Друзья, теперь, что мы должны. Если что-то вам непонятно, задайте вопрос вашему менеджеру, он вам поможет. То есть только менеджер вам должен помогать и его наставник. Как вам сегодняшний тренинг? Все понятно. Значит, что надо делать? Действовать, действовать и действовать. Необходимо побеждать. То есть победители это лидеры, которые действуют. И настройте систему, чтобы пригласить завтра людей. Здесь есть система приглашения людей через интернет. Жмете оплатить офис. На месяц 10 долларов. На полгода со скидкой в два раза. Выбираете оплату офиса. На месяц. На год. Банковская карта. Купить. Потом заходите в мой профиль. Заполняете все данные. Здесь придумываете название робота. Сюда ставите ссылку на ваш бизнес. Жмете сохранить. Заходите в настройки. Делаете вот эти вот ролики. Роботы, видите? Ролики напротив каждого робота. Жмете сохранить. Правой кнопкой копировать ссылку. И потом в ВКонтакте и в Фейсбуке делаете вот такую подобную рекламу. И люди к вам приходят автоматически. Вот вам ссылка, как оплатить робота. А вот вам бесплатная возможность сделать вот такой статус через своего робота. Вам надо будет за место вот здесь звездочек, за место звездочек поставить своего робота, свой логин. Как это сделать? Я дам вам тренинг, как работать в социальных сетях. Если вы его до субботы послушаете, понимание бизнеса у вас будет гораздо лучше. И в субботу вы получите гораздо больше, глубже интересней. Потому что вы будете понимать меня, а я вас. Друзья, всех задерживать не буду. Мы сейчас вас ждем в скайпе, в социальных сетях. Кому надо купить продукт, пакет. Сейчас мы вам поможем это все сделать. И увидимся в соцсетях. Ваши менеджеры вас ждут. Всем счастливо. Как мыслишь, так и действуешь. Как действуешь, так и живешь.